Семья Соколовских давно думала о приобретении собственного жилья. Но так как личных накоплений на осуществление мечты не хватает, ипотека стала решением проблемы. Обратившись в агентство недвижимости за выбором квартиры, были приятно удивлены. Прямо на месте им предложили оформить заявку на ипотеку в Сбербанке. Ответ пришел положительный. Сегодня наши герои возвращаются к риелтору. Здравствуйте. Вам одобрили ипотеку. Будем оформлять? Конечно. Выбор Соколовских пал на квартиру на вторичном рынке. Следующий шаг – сбор документов для оформления договора ипотеки. И здесь наши герои вновь ожидают приятный сюрприз. Весь пакет документов за них соберет и предоставит в банк агентство недвижимости. Мы все оформим сами. Вам только потребуется приехать в банк и подписать договор купли-продажи квартиры. Вместе с риелтором семья программа и выбрала программу страхования, которая дает Соколовским уверенность в финансовом благополучии в непредвиденных ситуациях. Условия по одобренному кредиту очень привлекательны для наших героев. Как и ожидала семья, их ежемесячный платеж по ипотеке сопоставим с арендной платой за съемную квартиру. Условия ипотечного кредитования в Сбербанке индивидуальны для каждого клиента. Они зависят от того, является ли клиент участником зарплатного проекта, какой объект он хочет купить и какую программу мы ему можем предложить. Участникам зарплатного проекта Сбербанк предлагает дополнительные преимущества по ипотеке. Для тех, кто получает заработную плату на карту Сбербанка, есть особые условия. Это сниженная процентная ставка и отсутствие необходимости предоставлять некоторые документы в пакете при рассмотрении заявки. Уверенные в правильности своего выбора, наши герои отправились на подписание договора. Сотрудник агентства недвижимости проделал всю подготовительную работу за наших героев. А семье Соколовских нужно приехать в банк всего один раз, уже на финальное заключение сделки, одновременно с продавцом квартиры и банком. Сразу после подписания договора необходимый пакет документов тут же отправляется на регистрацию в Росреестр. Для этого нашим героям не нужно самим идти в многофункциональный центр. За них все сделает сотрудник банка в электронном виде. Счастливым обладателем квартиры остается лишь дождаться свидетельства о праве собственности, а пока планировать, какую мебель выбрать в свой новый дом. Дарья Панченко, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.